МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире итоговые новости на телеканале Алматы. В студии для вас работают Алия Битова и Диас Махабетов. Смотрите сегодня в выпуске. Почти 50 тысяч детей не пошли в школу из-за угрозы теракта в Ахтубе. Удалось ли поймать злоумышленника? В Казахстане после землетрясения резко упал спрос на квартиры, расположенные на верхних этажах многоквартирных домов. Медики скорой помощи Петропавловска недовольны условиями труда. Люди работают в здании, построенном 118 лет назад. Миграционный поток. Для чего едут в нашу страну? Откуда и куда переезжают казахстанцы? В Таразе изучают деятельность робота-судоисполнителя. Как оценили его работу живые коллеги. Начинаем выпуск. Два человека пострадали в результате столкновения рейсового автобуса и 16 легковых авто в Карагандинской области. Их госпитализировали. Авария произошла сегодня средь белого дня на трассе Караганда-Тимиртау. Кадры с места происшествия распространили в соцсетях. В полиции призвали водителей воздержаться от дальних поездок на время непогоды в регионе. Тем временем сильный гололед привел к ДТП в Алматинской области. Пострадали три человека. Все произошло на трассе Алматы-Оскимен. Автомобиль марки «Джак», не справившись с управлением, допустил столкновение с Маздой. В результате последняя наехала на двух пешеходов, стоявших у обочины. Пострадавших госпитализировали в больницу города Кунаев. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего. Водитель автомашины «Джак», по предварительным данным, не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение со стоящей автомашиной, которая от инерции удара совершила наезд на двух пешеходов. По факту ДТП проводятся все необходимые следственные действия. Врачи у 22-летнего мужчины диагностировали сочетанную травму, закрытую травму грудной клетки, черепно-мозговую травму, а также закрытый перелом ребер слева. Второго пациента 2005 года рождения диагностирована сочетанная закрытая черепно-мозговая травма, закрытый перелом малоберцовой кости правой воли со смещением. Оба пациента в состоянии средней тяжести. В Павлодарской области завершили расследование ЧП с автобусом. Комиссия установила 7 ответственных лиц, действия которых и привели к трагедии. Причинами произошедшего по данным комиссии стали неудовлетворительная организация и отсутствие должного контроля за работой. В результате предложено пересмотреть должностные инструкции ряда сотрудников компании «Майкаин». Кроме того, на предприятии планируют провести обследование горных выработок на соответствие требованиям промышленной безопасности. Напомню, 4 января на территории шахты «Майкаин-Золото» в воронку провалился автобус с людьми. В салоне находились водители и трое спасателей. Они ехали на вызов. Тела двоих удалось найти в тот же день. Поиски еще двоих и самого автобуса до сих пор продолжаются. Полиция Ак-Тубе установила предполагаемого лжетеррориста, который ранее навел страх на родителей и школьников. Им оказался 18-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья. Накануне анонимное сообщение в соцсетях взбудражило весь город. Его автор угрожал расстрелять учащихся и совершить вооруженные нападения на школы. Из-за рассылок родители забирали детей с уроков, а ученики второй смены отказались идти на занятия. Сегодня из почти 58 тысяч детей, которые обучаются в первую смену, на занятия пришли всего 8 тысяч. Утром ради спокойствия близ учебных заведений усилили наряды полиции. По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма сотрудниками полиции в ходе проведения комплекса оперативных мероприятий был установлен 18-летний гражданин соседней страны. На данный момент оперативная обстановка в области стабильная, никаких поводов для беспокойства нет. Согласно статье 201 Уголовного процессуального кодекса ход до судебного расследования разглашению не подлежит. 1800 авторшоков зарегистрировано в Казахстане за 4 дня. Алматинцы ощутили 11 из них. Сейсмологи объясняют, что продолжительные подземные толчки вполне закономерное явление. Когда они прекратятся, неизвестно. По словам специалистов, поводов для беспокойства нет. Так как силы авторшоков не больше 2 баллов и не представляют опасности для города. Нет оснований беспокоиться. По данным оценки сейсмической ситуации в Алматическом сейсмоактивном регионе, таких оснований сейчас нет. А те, которые... Того землетрясения, которое 23-го после полномочия произошло на территории китайской киргизской границы, авторшоковая деятельность до сих пор продолжается. На фоне подземных толчков казахстанские спасатели усилили сейсмо-тренировки. В эти дни в Алматы съехали специалисты и госслужащие со всех регионов страны. Они намерены отработать навыки и план действий в случае разрушительного землетрясения. Тренировки проходили в специальном центре. За сейсмоучениями наблюдала Дина Жанабекова. Четкий алгоритм действий и навыки оказания помощи пострадавшим в этом центре госслужащие со всего Казахстана могут пройти курсы по подготовке к экстренным ситуациям. В этот раз прибывших ожидал особо сложный сценарий. Чиновники должны были устранять последствия разрушительного восьмибального землетрясения и оказывать медпомощь жителям. За безопасность жителей несет ответственность в первую очередь Акимат. Поэтому мы обязаны четко знать план действий в случае какого-либо катаклизма. Мы приехали из Иргизского района. Ранее мы утвердили определенные места, где будем собирать людей. Как будем оказывать помощь? Необходимо тщательно отработать каждый шаг и донести его до жителей. Между тем, недавнее землетрясение обнажило проблему отсутствия навыков эвакуации у большинства алматинцев. К примеру, жильцы многоэтажек не знали правил эвакуации при ЧС, говорят спасатели. Поэтому изучать алгоритмы действий в подобных случаях жителям никогда не поздно, но нужно. К примеру, в Японии, как известно, после землетрясения фиксируются довольно низкие показатели пострадавшего населения, потому что они строго следуют всем правилам. Каждая семья регулярно, самостоятельно проводит сейсмотренировки. Люди отрабатывают каждый шаг, вплоть до того, кто, как и где должен стоять. Отмечу, алматинцы ощутили новые подземные толчки, минувшие ночью. Спасатели рекомендуют тщательно изучить правила эвакуации и алгоритм действий при землетрясении. Спрос на высокоэтажные квартиры резко упал в Алматы. Недавнее землетрясение ощутимо встряхнуло и рынок недвижимости. Теперь большей популярностью пользуются нижние этажи и частные дома. Впрочем, эксперты говорят, что это временное явление, которое вызвано шоком после подземных толчков. Однако многие алматинцы крепко утвердились в желании спуститься пониже. Насколько оправданы опасения жителей, узнавал Рустам Ралбаев. При выборе квартиры мы обращаем внимание на многие вещи. И не последняя из них – это вид из окна. Вот здесь и выигрывали квартиры на высоких этажах. Однако недавнее землетрясение буквально подтолкнуло людей к тому, чтобы спуститься с небес на землю. Алматинец Толкехан Арифхан живет в мегаполисе больше пяти лет. Но такое сильное землетрясение, говорит, переживает впервые. Его квартира находится на 14 этаже. Вернее, находилась. После ЧП он вместе с семьей экстренно снял жилье на третьем этаже. Мы жили на 14 этаже. Брали квартиру изначально из-за хорошего вида, чтобы обзор на горы был, на город и так далее. Бежали мы шесть минут, ориентировочно с 14 этажа. Я не знаю, если было бы землетрясение чуть побольше, может, мы даже не успели бы выбежать. Поэтому переехали на квартиру пониже. Сейчас третий этаж. Но, как я и говорил, всё потише уже. По данным экспертов, после землетрясения спрос на суточную аренду частных домов повысился в четыре раза. Это значит, что многие жители решили переждать сейсмоактивный период в более безопасном типе жилья. Многие люди и правда стали бояться жилья в многоэтажках, и особенно на верхних этажах. Поднялся спрос на частные дома. Причём не только покупка, но и аренда. Люди готовы купить земельный участок и строиться, лишь бы не жить в многоэтажках. Эксперты считают, что пониженный спрос на высокоэтажные квартиры – временное явление. Они прогнозируют стабилизацию рынка через несколько месяцев, когда страх от землетрясения пройдёт. Рустам Араубаев, Жасыл, Тлепперген, телеканал Алматы. Вы смотрите новости, и вот что воздёт во второй части выпуска. Медики скорой помощи Петропавловска недовольны условиями труда. Люди работают в здании, построенном 118 лет назад. Миграционный поток. Для чего едут в нашу страну? Откуда и куда переезжают казахстанцы? В Таразе изучают деятельность робота-судоисполнителя. Как оценили его работу живые коллеги? Медики Петропавловска просят временно закрыть местную станцию скорой помощи. Сотрудники говорят, что сейчас свыше 500 человек вынуждены работать в невыносимых условиях, поскольку здание, в котором базируется неотложка, возвели больше века назад. На станции даже нет мест для отдыха. Гаражи для спецмашин тесны. В прошлом году наша редакция поднимала эту проблему, но с тех пор так ничего и не изменилось. Нургуль Алина продолжит тему. Здание службы скорой помощи в Петропавловске построили еще в прошлом веке. Условия, в которых приходится работать врачам, далеки от идеальных. Комнаты маленькие, мест для отдыха нет. Фельдшерам даже некуда присесть, жалуются медики. Актовый зал у нас маленький. Когда делаем собрание, не все сюда помещаются. В коридоре стоим. Комнаты отдыха тоже очень маленькие. Парковочных мест внутри гаража для машин скорой тоже не хватает. Сейчас водители вынуждены парковаться на улице в морозную погоду. Всего у нас 25 машин скорой медицинской помощи. Помещаются в гараж только 12. Остальные паркуются на улице. Даже чтобы отремонтировать машину, нет места. По областному управлению здравоохранения, как оказалось, о проблеме знаю давно. И как решить ее тоже. По словам чиновников, в городскую неотложку перенесут перинатальный центр. А он, в свою очередь, переедет в строящиеся здания областной многопрофильной больницы. Ее возведение планируют завершить до конца этого года. Площадь перинатального центра на сегодняшний день составляет порядка 7 тысяч квадратных метров. Предполагается выделить для станции скорой медицинской помощи два этажа. Это порядка двух тысяч квадратных метров, где комфортно можно расположить персонал, администрацию, диспетчерскую службу скорой медицинской помощи. Там же предполагается разместить наш учебный центр скорой медицинской помощи. Отметим, здание скорой медицинской помощи возвели в далеком на 1905 году. Стены здесь те же, что и были тогда. Да и площадь центра с тех пор не увеличивали. Всего на станции скорой работает 500 человек. В день на пульс 103 поступает около 800 вызовов. Нургуль Альнас, Матюлбар, Канал Маты, Североказахстанская область. В Астане все еще не стабилизировалась ситуация скорую. Об этом на брифинге в СЦК заявила главный сам врач города Сархат Бейсенова. По ее словам, в сутки в столице регистрируют до 48 случаев заболевания. А в детской инфекционной больнице с диагнозом корь лечится порядка 200 пациентов. Двое из них в реанимации. Больничные койки загружены на 44%. Более 100 человек находятся на амбулаторном лечении. Более 68% заболевших не были ранее привиты против кори. Что, конечно же, обуславливает распространение инфекции в городе. Показатель заболеваемости кори за последнюю неделю незначительно вырос по сравнению с предыдущей неделей в 1,1 раз. Отмечается рост среди взрослого населения 49 случаев до 71 случая. 14 уголовных дел возбудили в Алматы по делу о нелегальном игорном бизнесе. В результате из незаконного оборота изъяли свыше 500 терминалов. Такие цифры озвучили в городском департаменте экономических расследований. Вместе с тем увеличилось число игроманов, которые обращаются за помощью к специалистам. Сейчас под наблюдением медиков находятся 11 казахстанцев, у которых подтверждена зависимость к казарным играм. Амина Усенова с подробностями. Динара Альжанова – мать троих детей. Женщина рассказывает, четыре года назад в их семье начался разлад. После свадьбы супруг начал увлекаться ставками на спорт. По ее словам, она не сразу начала замечать изменения в поведении мужа, но вскоре узнала о его страсти к азартным играм. Я даже об этом не подозревала. Раньше играли, все было хорошо. Потом резко это вылезло, вышло. Я начала замечать странные его действия, часто уходы из дома. Да, начали пропадать мои драгоценности, золото, которое мне подарила моя мама. И так я начала подозревать его. Он до сих пор ходит, он не хочет никуда ходить. Формирование зависимости к азартным играм, по словам врачей, лежит в био-психо-социальной модели человека. Поэтому нет единого портрета лудомана. Это люди различных возрастов, полусоциального статуса и образования. Отличаются они и мотивами игры. Для одних доставляет удовольствие выигрыш, для других – проигрыш. Здесь, конечно, надо разбираться индивидуально. Есть пациенты, для которых может и проигрыш вызывать, и выигрыш также вызывать определенные эмоции. Как правило, они идут вкупе. И здесь мы не должны концентрироваться, что либо это проигрыш, либо это выигрыш. Мы должны концентрироваться на том, как долго он может обходиться, и как он может полностью отречься от этих игр в своей жизни. Помимо лечения в мегаполисе проводят и профилактическую работу. В прошлом году в городе зарегистрировали 14 уголовных дел по противодействию игорному бизнесу. Из незаконного оборота изъяли свыше 500 терминалов. Данные уголовные дела, зарегистрированные в РТР по статье 307 – это организация незаконного игорного бизнеса. То есть владельцы магазинов, также организаторы игорных бизнесов, они ставили у себя в маленьких магазинах терминалы незаконные. Также были факты подпольных казино. Лудомания, по словам специалистов, относительно молодое заболевание, требующее современных методов лечения. Нередко оно приводит к дезадаптации в обществе. Поэтому справиться с недугом на поздних стадиях возможно лишь с помощью врачей. Амина Усенова, Алишер Ергалилу, Мирам Сабеков, телеканал МАТЫ. Свыше 3000 фактов взяточничества выявили в работе госслужащих мегаполиса в прошлом году. Правонарушения совершались сотрудниками ЦОНОВ при оформлении документов и согласовании проектных эскизов. Большинство бесплатных госуслуг из-за неосведомленности граждан выполнялись на платной основе. Об этом стало известно на семинар-совещании, организованном общественным движением Жанару. На встречу участники предложили привлечь молодежные организации в работу по борьбе с коррупцией. Также обсуждались проблемы искоренения взяточничества в обществе. Ущерб экономике происходит. Поэтому задача вовлечь молодежи, если они видят, у них острее глаз. Завтра они придут на работу, у них должно быть неприятность. Не просто, чтобы завтра пришел на работу, сказал, давай поможем развести, сразу включиться в этот процесс. Нет. Он должен сказать, не категорически, а должен быть против. У нас общественный мониторинг проводится на постоянной основе. Мы изучаем разные сферы, то есть мы выходим в деятельность, проверяем деятельность центров обслуживания населения, деятельность сферы образования, здравоохранения, социальных блоков. Мы смотрим места предоставления государственных услуг, насколько они дают возможность качественно получить услугу. Смотрим наличие и отсутствие очередей. Алматинцы жалуются на предпринимателей за отказ принимать оплату по банковским картам. В департаменте госдоходов сообщили, что от жителей поступило 75 обращений по невыдаче чека и отказу оплаты через посттерминал. Специалисты напомнили, что за такие действия владельцам бизнеса грозит штраф в размере 147 тысяч тенге. Отмечу, мобильные переводы казахстанцев начали проверять с 1 января. Под эти критерии попадают те, кто получает деньги от 100 разных лиц на личный банковский счет ежемесячно. Отработали из них 10 жалоб. Как я ранее в докладе говорил, первый раз предупреждение. Но на практике у нас после того, как предприниматель предупреждает, он уже работает в рамках правового поля и не допускает аналогичных нарушений. В целом, даже если предприниматель перешел на наличные средства, здесь необходимо обратить внимание, что он не в действии. Полученные средства отразил налоговую отчетность и, соответственно, выдал чеку контроля кассовой машины. Впервые за 10 лет в Казахстан прибыло больше людей, чем убыло. О положительной динамике миграционного потока сегодня сообщил глава комитета по миграции Аскарбек Ертаев. По его словам, это произошло после упрощения порядка получения виз и вида на жительство для востребованных профессионалов. Изменились и условия пребывания для кондасов. О новой миграционной политике материал Далина Сиповой. Чиновники не без радости рапортуют о рекордных показателях. За прошлый год в Казахстан переехало на 8 тысяч человек больше, чем выехало. В основном это выходцы из Китая и стран СНГ. Помимо количества, меняется и качественный состав пребывающих. В страну чаще едут экономисты, юристы, педагоги, медики и представители технических специальностей. Есть и бизнесмены. Этнические казахи, которые вернулись на историческую родину по карте Атажол. Наряду со странами ближнего зарубежья, такими как Россия и Монголия, заинтересованность в получении карты Атажол проявляют также этнические казахи, граждане США, стран Европейского Союза. На сегодня карту Атажол получили 44 этнических казахов. Из них 24 обладают востребованными профессиями и 20 являются предпринимателями. Более 20 тысяч хандасов прибыли в страну в прошлом году. Для них облегчили процедуру приема документов, подавать которые теперь можно через приложение ЕКОНА. Людей расселяют по пяти направлениям. Если этническое происхождение по каким-либо причинам не установлено документально, доказать национальную принадлежность в ближайшее время можно будет пройдя через специальную комиссию. Там будут участвовать местные исполнительные органы на уровне управления координацией занятости, также будет управление внутренней политики, и также будут участвовать профессора по лингвистике и по истории Казахстана, чтобы определить именно данный этнический казах в действительности выхода из казахской национальности. Глава комитета по миграции рассказала о защите прав казахстанцев за рубежом. На сегодня действует 10 соглашений в области трудовой миграции с разными странами. А в течение года Казахстан должен присоединиться к системе разрешения официального трудоустройства в Южной Корее. Это позволит нашим соотечественникам легально работать в стране до трех лет. Даля Насипова, Нурлан Утигенов, Дастан Тимирбекула, телеканал Алматы, Астана. Памятник турецкому политическому и военному деятелю Мустафе Акималю Ататюрку появился в Алматы. Его установил Акимат города в одноименном сквере на проспекте Аль-Фараби в честь столетия Братской Республики. На церемонии открытия присутствовал глава мегаполиса Ербулат Дусаев, министр культуры и информации Аида Балаева, а также представители творческой интеллигенции. Увековечить память в камне основателя турецкого государства ранее поручал Касым Жамартукаев. Айдана Нураш с подробностями. Трёхметровый памятник изготовлен из бронзы и установлен на гранитном постаменте. Его создали казахстанские скульпторы Айдос Буркытпаев и Тимур Ирмухамедов. Памятник символизирует уважение к историческому наследию Турции, а также укрепление сотрудничества двух народов. В год празднования юбилея Ахмета Байтурсынова в Турции мы посетили Анкару. В городе было много портретов, плакатов с изображением Ататюрка. Эта поездка вдохновила на поиски детального изучения его биографии. На памятнике национальный герой запечатлён идущим. То есть именно такими уверенными шагами он шёл к цели – реализовать политические реформы в своей стране. Памятник первому президенту Турции воздвигли в одноимённом сквере, расположенном на проспекте Аль-Фараби возле Алматы театра. В церемонии открытия участвовали представители Министерства культуры и информации, городского акимата и творческой интеллигенции. Благодаря главам наших государств отношения между Казахстаном и Турцией вышли на новый уровень и сейчас динамично развиваются во всех сферах. Культурная связь стала золотым мостом сотрудничества между двумя братскими странами. «Турция всегда будет с Казахстаном», – отметил во время своего выступления Мустафа Капуджу. Посол Турецкой республики выразил сочувствие пострадавшим от землетрясения в Алматы, поблагодарив казахстанцев за помощь их стране во время прошлогоднего ЧП. «Турция никогда не забудет, как вы помогли, когда у нас произошло разрушительное землетрясение. Мы хотим, чтобы вы знали, Турция всегда будет поддерживать Казахстан. В честь Ататюрка названы улицы и парки не только в Алматы, но и в других городах вашей республики. Такие инициативы очень ценны для нас, и мы выражаем искреннюю благодарность». К слову, кроме памятника Ататюрку, в честь столетия Турецкой республики было решено дать имя Анадулы – одной из астанинских улиц, а в Шымкенте – создать проспект и парк с названием «Турция». В Казахстане нашли замену частным судебным исполнителям. Выполнять некоторые функции приставов теперь будет робот. Правда, пока это пилотный проект, который запустили в Таразе. Его преимущество в том, что людям не придется оплачивать услуги судебников на случай несвоевременного погашения задолженности либо штрафа. Все нюансы изучил Эльдар Гизатуллин. Житель Тараза, Наимбек Багбанов, несколько лет назад задолжал фискальным органам. Но узнал он об этом лишь тогда, когда к нему пришло письмо от частного судебника. «Самое интересное, что при сумме задолженности в районе 20 тысяч тенге я заплатил эти 20 тысяч, а судебные исполнители взяли за свои услуги еще 10 тысяч тенге. То есть 50% от суммы задолженности. В тот момент я особо не задавался вопросом, насколько эта сумма правомощна». Но с появлением робота оплачивать судебникам дополнительно не придется, поскольку все происходит автоматически. Устройство направляет должнику СМС уведомление. В случае погашения штрафа исполнительное производство прекращается. Всего за несколько дней робот успел отправить оповещение 186 казахстанцам. В случае неоплаты в течение пяти дней на шестой день робот направляет производство частному судебному исполнителю, который уже после взыскания суммы штрафа взыскивает также сумму до 25% от суммы штрафа за свою деятельность. Как отметили в департаменте юстиции, в случае успешной реализации проекта сумму штрафа, по которой работает робот, планируют увеличить. Сейчас она составляет 10 МРП. Это почти 37 тысяч тенге. Стоит отметить, что в прошлом году жители Жамбулской области задолжали по штрафам более 1 миллиарда тенге. Из них частными судебными исполнителями взыскано порядка 765 миллионов тенге. Стоит также отметить, что если данный проект покажет свою эффективность, он будет масштабирован по всему Казахстану. Ильдар Гизатуллин, Гламжан Синбаев, телеканал Алматы, Тарас. И на этом наш выпуск завершен. Мы с вами прощаемся. В студии для вас работали Алия Абитова и Диас Мохамбетов. А я напомню, интересными новостями вы можете делиться по номерам, указанным на экране. На этом у нас все. Всего доброго. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова